Здравствуйте! Очень рада вас видеть, друзья мои. И для начала с наступившим вас. Вас так же? Как встретили новый 2020-й? Прекрасно, с семьей. А вы как и росло? На работе. Как всегда на работе. Как всегда. Другого не ожидала. Позвольте, мы начнем наш с вами диалог с некоторого такого блиц-опроса. Несколько вопросов, очень коротких, и, надеюсь, на короткие ответы, которые будут связаны с подведением итогов. Ваш личный успех прошлого года? Наверное, это то, что мы закрыли детский парк в Корстане и сделали детский парк в кино. Так, хорошо. А еще мы перешли в режим работы холократии. Это новая система управления в Корстане, в которой работать очень непросто, когда у тебя нет руководителей, и ты сам отвечаешь полностью за проект, и сам решение принимаешь от А до Я. То есть нет человека, которому можно прийти, спросить, можно ли так сделать. То есть ты за все свои решения отвечаешь сам. И с этой формой управления получилось работать и успешно справиться. То есть личный успех в том, что смог справиться? Да, потому что эта форма управления, она очень сложная, непростая, не каждый человек ее может выдержать. То есть именно, что все зависит от тебя. Хорошо, плюсик ставим. Ярослав, личный успех. Ну, я бы тоже, конечно, отметил бы холократию, потому что действительно очень интересный проект. Ты можешь брать что-то на себя, говорить о своей личной ответственности, и потом присоединять людей к этому проекту, и выдавать уже какой-то продукт, то есть за который ты уже сам несешь персональную ответственность. Ну, плюс, конечно, те люди, которые... Но личный успех в чем? Я бы посчитал бы, за свой личный успех, это то, что мы все-таки завершили эпоху припатии, сильно завершили на очень высокой ноте, которая, в принципе, прокачивала город пять лет. И как заслугу то, что мы начали новый проект в прошлом году. Пусть он находится во Дворце спорта «Надежда», но это как увеличение проекта, потому что то, что мы начали делать в Корстон, уже иногда не вмещало желающих. И мы представили новую площадку. То есть это рост. Кем или чем очаровывались в прошлом году? Ну, первое, что... Ну, наверное, если брать конкретно меня, то в этом году я женился, и я очарован своей женой, да. Так, мы поздравляем. Спасибо большое. Ярослав. Ярослав. Я очарован, Саша. Я очарован мной, я уже помню. Да. Даже не знаю, чем я очарован. Ну, наверное, даже не могу сказать. Не могу ничем. Что или кто вас разочаровало в прошлом году? Ну, наверное, такого не было. Год прошел ровно, гладко, по всем фронтам. Удалось остаться на том уровне, на котором ты, в принципе, и был, и увидеть какие-то перспективы на следующий год и задать их себе. То есть разочарования нет. Хорошо. Ну, а у меня год был тяжелый, я поменял несколько проектов, с которыми я работал. Вот, но он был интересный. Ну, главное разочарование прошлого года. Какое, может, это значит? Я лучше промолчу, чтобы никого не избежать. Это очень-очень-очень личное, что ли? Нет, наоборот, это совершенно не личное. Так, это может обидеть кого-то. Хорошо, тогда опустим этот вопрос. Самый дорогой подарок, который вы делали в прошлом году? Ну, сложно сказать. Не могу ответить на этот вопрос. Я вообще, скажем так, когда дарю подарки, я не думаю об их стоимости. Вообще не думаю. Главное, чтобы радость приносила. Хорошо. Но для меня дорогой, наверное, был, это то, что мы, кстати, в эфире, тогда вытащили с елки пожелание ребенка и смогли выполнить его мечту. Вот это для меня был самый дорогой, наверное, подарок. Так, самый интересный фильм прошлого года, на ваш взгляд? Ну, очевидно, что Саша ответит первым. Ну, на мой взгляд, если брать именно российское кино, то это Т-34, а если брать иностранный прокат, то, скорее всего, это Джокер. Вот два, наверное, лучших фильма года, именно российский и иностранный. И я отмечу фильм «Текст» с Петровым. Я не могу сказать, что он прям всем зашел именно лучший, но это открытие года, на мой взгляд. Трудно, тяжело. Я думаю, это его лучшая роль из тех, которые он сыграл в кино. А я скажу, что это фильм «Текст». Самое интересное, что я не очень люблю ходить в кино. Вот, я вообще не очень люблю кино. Но, тем не менее, так получилось, что я долго прожил в Казани, занимаясь одним проектом «Корстон». И первый раз в жизни за все вот эти годы, сколько я там бывал, я попал в Казани в кино. Это как раз был фильм «Текст». Причем по Сашному совету. Мне очень понравился, просто нереально. Мне понравился и фильм, и кинотеатр. И, скажем так, я даже написал интересную рецензию на этот фильм. Кто хочет, может почитать в нем в сетях. Так, хорошо, следующий вопрос. Кто привлек ваше внимание в прошлом году? Какая персона? Давайте Рославу первую. Мне нравится смотреть, не поверите, за Ольгой Бузовой. Я смотрю ее Инстаграм. Вот, потому что человек постоянно что-то туда вносит новое. И, скажем так, она является законодательницей мод. Мне очень нравится точно так же смотреть в тех же самых социальных сетях за Князем. Потому что человек очень делает интересные сюжеты. Но больше всего, наверное, меня привлек, по-моему, Дэн Петров его зовут. Это солист группы Челси. Мы просто с ним знакомые. И как-то я на него подписался. Он сейчас полностью поменял свой Инстаграм. Ведет такие маленькие, снимает видеоскетчи со своей женой. Но это нереально интересно. Я просто с удовольствием смотрю, как он со 100 просмотров уже до почти 100 тысяч просмотров, по-моему, дошел. За кратчайшее время. Хорошо, три, значит, у нас. У меня нет кумиров, скажем так. Но после Чемпионата мира, например, я откровенно влюбился в Артема Дзюбу. Это потрясающий футболист. По интервью, как я вижу, человек. Он также и благотворительностью занимается. И он стал лучшим бомбардиром чемпионата России в Еврокубках и в сборной России. То есть я вот слежу за его Инстаграмом, о его новостях и так далее. То есть и он капитан нашей сборной. Мы в 2018 году добились, я думаю, во многом благодаря его игре попали в восьмерку лучшей команды чемпионата мира. А я думал, что-то играет Кенфеево. Чемпионата мира. Ну и нога Кенфеева, да. Но это уже не персона, да. Как это не персона? Часть персона. Ну и если брать именно кино, то я уже говорил про Александра Петрова, то, что его роль в фильме «Текст» считает одна из самых сильных ролей вообще российских актеров за последние, наверное, пять лет в кино. А я вот не понимаю феномена Петрова. Вот я смотрю на него, да. Вот когда я смотрю на Козловского, я вижу игру. Когда я смотрю на Машкова, я вижу игру. Когда я смотрю на Петрова, я не понимаю, в чем он, вот его феномен. Вот не знаю почему. Ну это личное восприятие. Мне кажется, он ближе своей игрой к нам, к народу. Там нету наигранности, нету пафоса. То есть он играет настолько натурально и вживается в свои роли, что мы в нем видим какое-то отражение себя в кино. Ну, может быть. Хорошо. Интересно, конечно, наблюдать за вашей дискуссией, друзья мои, но мы тогда уйдем в совершенно другую тему. Давайте-ка вернемся в нашу реальность и плавно перейдем к теме сегодняшнего эфира. Любите дарить или получать подарки? Ну и дарите, получайте. Это два приятных момента. Ну что больше. Понимаешь, когда ты даришь какой-то подарок, и человек удивляется особенно, то вот это вот удивление, оно дороже, может быть, любого подарка. Значит, больше дарить. То, что ты угадал. Дарить. Дарить. Дарите ли вы подарки коллегам? Ну, бывает, но не часто. Я с удовольствием люблю дарить подарки коллегам, но я не люблю, когда это подарок какой-то банальный, там, какой-то сервиз, какое-то что. Когда вот я был генеральным менеджером Коростона, мы всегда делали видео. Видео, какие-то песни, какие-то пляски. И нам было всегда интересно сделать интереснее, чем подарили нам девчонки. То есть вы дарили эмоции? Только эмоции. У нас было соперничество. Кто сделает круче, мальчики или девочки? Да, но когда они нам подарили календарь со своими изображениями, нам было очень трудно. Эротического содержания. Вы сейчас заинтригуете наших телезрителей. Заш, ну не такого уж эротического содержания. Ну, год прошел, но до сих пор его листаешь, листаешь, не можешь остановиться. Ты как женатый человек, вообще не можешь об этом сейчас говорить. Так он же говорит о коллеге. Коллеге, да. А мы им подарили песню. Мы вышли на сцену, нашли всех, кто играл на музыкальных инструментах. Даже нашли человек, который умел играть на флейте. И мы спели эту песню. Таша пел, кстати. Какие вы творческие. Это приятно. Батареечка была у нас. Восьмилетие. Корстон, как будет отмечать? Что приготовил? Какие сюрпризы, акции, подарки? Вот рассказывайте. 25 января Корстон будет отмечать 8 лет. Мы уже взрослые совсем. И приготовили настоящие взрослые подарки. Обязательно следите за нашими соцсетями. Там будут проходить конкурсы. Там будут разыгрываться номер амбассадора в гостинице. Будут разыгрываться сертификаты на ужин в экстра-лаунже. То есть еще они не стартовали эти конкурсы, да? Нужно обратить внимание. Они вот день на день уже начнутся. И вы следите. Будут посты. Нужно будет делать репосты, ставить лайки. И один из тех, кто сделает репосты, поставит лайк, получит главный приз. Случайный выбор или как? Специальная программа рандомно выбирает у нас победителя. Также мы приготовили акцию для посетителей нашей гостиницы. То есть если вы заезжаете в номер вдвоем, то будет стоить по цене одного. Также в кинотеатре будут проходить акции. Будет счастливое кресло. То есть за креслом определенным будет спрятан подарок. То есть ты там заглядываешь и узнаешь, какой подарок ты получишь. Также 88-й посетитель кинотеатра также получит приз от Канди Бара. Это тоже сюрприз. Приходите в кино и узнаете. Тогда надо, наверное, еще и 888-й. Я боюсь, что в этот день может не быть столько человек. А также 25-го у нас еще Татьянин день. И всем Татьянам у нас будет десерт в ресторане Экстра Лаунж подарен. И вечером мы ждем уже на официальную вечеринку в Экстра Лаунж, где будет приглашен хедлайнер DJ Treat, где будут комплименты для всех девушек, которые придут, и конкурсы, и ночная развлекательная программа, где мы задуем свечи на праздничном торте и еще раз поздравим Корстон с 8-летием. Один из главных моментов празднования Дня студентов и Дня рождения Корстон – это концерт Тима Белорусских. Билеты все раскуплены или еще есть местечки? Дело в том, что Дворец спорта «Надежда» – это очень большая площадка. И, скажем так, если бы мы смогли собрать даже в Москве такую площадку, это был бы огромный успех. Поэтому, конечно, площадка позволяет вмещать очень много людей. Все билеты туда продать невозможно. И билетов продано много. Будет просто непередаваемая атмосфера. Во-первых, это будет большой сольный концерт. Во-вторых, за то время, сколько прошло между прошлым его приездом и настоящим, Тима стал совершенно другим артистом. Даже на протяжении последних двух недель у него значительно поменялся райдер. Там добавилось еще больше спецэффектов, еще больше света. В настоящий момент мы сейчас ведем до сих пор переговоры по экрану. Но там немножечко с другим связано. То есть мы-то делаем два концерта. То есть, получается, мы делаем и Тиму Белорусских, и Вячеслава Бутусова. Поэтому мы максимально делаем так, чтобы меньше переделывать между одним концертом и другим. Но ведь надо прекрасно понимать, что Тима – это артист для молодой публики. Бутусов – это полностью живое исполнение с большим количеством инструментальных композиций. И поэтому мы сейчас пытаемся все это увязать, чтобы это все было красиво, чтобы это было эмоционально, атмосферно и очень профессионально. Друзья мои, позвольте я нашим телезрителям напомню, какой был Тима ровно год назад. В январе он также приезжал в Серпухов и давал одно из самых первых своих интервью в жизни. И вот маленький кусочек из программы «Сделай громче». Давайте посмотрим. Песня «Сделай громче» Надо там много-много всего сделать, завоевать слушателя. Я не думал, что можно отдать себя одним треком, чтобы люди к тебе потянулись из-за него. Как выяснилось, по-другому. Хорошо, но какую ты планку себе ставил? Допустим, года-два и только потом стрельнет? Ну да, я прям там расписывал, как-то деньги, думал на рекламу откладывать и прочее. Запись, альбом, как-то его тоже рекламить, я не знаю. То есть тьма разных идей была. Ну и понятно, что я не думал, что это будет длиться буквально пару месяцев. Хорошо, тогда кроме таланта, желания, что нужно? Команда. Чтоб команда была заинтересована в тебе, как бы в этом всем, что вы делаете. Деньги, может быть, как бы не факт, что их там надо, как-то очень много. Скажем, такое количество, которое может там заработать обычный человек. То есть этого достаточно, если твой продукт как бы интересен, скажем так. То есть люди его подхватят и все пойдет. Под командой ты кого подразумеваешь? Вот кто у тебя сейчас? На кого ты надеешься? На кого надеюсь? На нашего аранжировщика Артема наш. Не аранжировщик звука, а режиссер Артем. Аранжировщик Ян. Наша, скажем так, глава, шапка нашего лейбла Саня. То есть он все контролирует, как бы, ну вот, грубо говоря, мы вот это все вчетвером и делаем. Да, вчетвером. Вот, собственно, вот так вот. То есть Сергей, концертный директор, тоже участвует в процессе. То есть там подбодрить с лишним расходом. Ну и все, а в целом, как бы, нам хватает этого и все получается. Насколько интересна эта жизнь, в которую ты сейчас окунулся? То есть это соответствовало твоим представлениям, что вот она, слава, популярность? Я прям, на самом деле, обдумывал этот момент, там, даже тот же сольный концерт, когда я в первый раз был, я прям представлял, как бы это было бы, если бы у меня был там сольный концерт, там. И как бы некоторые моменты, когда они сейчас происходят, я такой, вау, вот я вот этого ждал, там, и вот оно, пожалуйста, происходит, как бы. Ну, конечно, с большего все равно жизнь удивляет. То есть и то, что происходит, тоже удивляет. Ярослав, знаешь, что с Тимой общаетесь постоянно, да? Ну, вот какой он был и какой он сейчас, большая разница? Ну, мы с ним виделись в последний раз где-то, наверное, около месяца назад. Это было в Казани, мы провели несколько часов. Он такой же любитель посмеяться, любитель пошутить. Звездность его, мне кажется, вообще не поменяла. Он как был простым парнем, так и остался. Вот, и я думаю, что все вот эти вот атрибуты, так сказать, популярности, это всякие бизнес-классы, бизнес-проходы, перелеты дорогими авиакомпаниями, это больше все-таки атрибут бремени популярности. Потому что, представляете, что такое сейчас, допустим, Вячеслав Бутусов или Тима Белорусских просто пойдет по улицам города. Ему же просто проходы не дадут. А так и в аэропорту. Это ему придется там все полтора часа ожидания с кем-то селфи фотографироваться и автографы давать. Вот. Но, тем не менее, это, конечно, очень здорово удорожает, любой концерт. Но, тем не менее, мы постарались сделать минимальные билеты, потому что, вот, я так мониторю рынок, в Москве цена билетов на Бутусова от 6 тысяч рублей. Мы сделали от полутора тысяч рублей для того, чтобы любой житель нашего города смог прийти и насладиться этим концертом. Ну, аудитория, понятное дело, что у Тимы выросла. А в афише значится, что сбор гостей в 19.00. Все правильно. Так, ну, а концерт начнется позже. Да. Значит, по таймингу двери в Дворец спорта мы откроем в 18 часов 30 минут. В 19.00 мы откроем двери в зал, и уже в 20.00 выйдет артист. Это будет как и на Тиму Белорусских, так и на Вячеслава Бутусова. Причем, хочу предупредить сразу, тот же самый Вячеслав Бутусов, он нереально пунктуален. У него задержка на несколько секунд, это уже, скажем так, ЧП. То есть убедительная просьба не опаздывает на концерт, не раздражать артиста. А так, полтора часа, конечно, это позволит, чтобы и спокойно зайти, и спокойно раздеться, вот, спокойно пройти в зал, занять свое место. Если вы купили билет на трибуну, то на трибуну, если в танцпортер, значит танцпортер, вот, и получить непередаваемое ощущение. Какие места сейчас раскупают, расскажите? Кто больше хотят танцевать, либо вот посидеть? На Тиму больше, конечно, берут к сцене, на Бутусова больше берут на трибуны. С кем сейчас ведутся переговоры звезд? Ну, вот, январь мы сейчас такими концертами отшумим, а что дальше? А вот дальше мы расскажем чуть позже. Дело в том, что должен всегда оставаться сюрприз, должна всегда оставаться какая-то интрига. И если мы все расскажем, это будет совершенно неинтересно. Переговоры ведем с большим количеством, а вот кто приедет, скажем чуть позже. Как всегда, секреты. Но хотя бы расскажите нам, в феврале очень много праздников, День всех влюбленных, 23 февраля. Что запланировано в Корстене? Вот что? Смотрите, мы пока программу подготовили на день рождения Корстена. К 23 февраля у нас, как обычно, тоже будет программа более таким с мужским характером. Дню влюбленных у нас будет показ фильма «Лед». У нас будет именно 14 февраля его премьера. Могу сказать, что это один из самых ожидаемых российских фильмов года с тем же Александром Петровым. Поэтому ждем всех на премьеру. Фильм «Лед» смотрим регулярно. Да, так что ждем всех на премьеру, вне влюбленных, всех пар на эту романтическую комедию. Причем я уже видел на кинорынке этот фильм. Могу сказать, по эмоциональности картина намного сильнее первой части. То есть тот поворот, который происходит в сюжете, его, я думаю, пока не ожидает ни один зритель. Ну ладно, мы на первой этой части ревели. Но рассказывать я не буду. То есть все узнаете 14 февраля на день влюбленных в кино. А я бы добавил, что дело в том, что сделать вечеринку – это одно. Я немножечко люблю рассказывать про более глобальные вещи. Вот в настоящий момент мы сейчас в Казани, то есть Корстен открывает очень большой проект. Так получилось, что сегодня я туда уезжаю, в Казань, на несколько дней. И этот проект называется «Фудмол». То есть когда под одной крышей находится большое количество разных ресторанов. Да, вот расскажите мне подробнее. В прошлый раз мы чуть-чуть как-то затронули эту тему. Да. И в прошлый раз мы, считай, не планировали, что мы будем это делать в Серпухове. А сейчас Казань показывает то, что городу этот проект очень понравился. Что очень большое количество интересных концепций ресторанов, так называемых корнеров, заинтересовалось этим проектом. И вот я для того и еду, чтобы подхватить у них эту эстафету и потом ее дальше вести. Сейчас мы просчитываем Подольск, сейчас мы просчитываем Чехов. И вот в настоящий момент мы очень-очень-очень активно начали считать Серпухов. То есть у нас в планах открыть фудмол в Серпухове. Ярослав, давайте подробно расскажем, что такое фудмол. Фудмол – это очень интересная концепция. Допустим, мы втроем собрались идти в ресторан. Мы бы очень долго думали о том, куда пойти, какую кухню мы хотим. И, может быть, даже не пришли бы к какому единому мнению. А когда мы идем на фудмол, допустим, Олеся хочет японскую кухню. Хорошо. Александр хочет грузинскую, я хочу русскую. Соответственно, мы приходим на фудмол. Каждый заказывает там, где он хочет. И потом мы садимся за единый стол. Мы идем в один бар. Мы слушаем одну музыку. Но кушаем то, что мы хотим именно в данный момент. И, скажем так, вот это, оно еще промиксовано с отличной атмосферой. Плюс там есть вечерняя атмосфера и ночная тусовка. И все это получается такая настолько прям взрывная смесь, которая собирает тысячи людей. Так получилось, что я ездил специально в Москву не один раз. Я там был на завтраках, я был на обедах, я был на ужинах. И потом я попал в ночное депо. Вы себе представить не можете, сколько там людей. При этом это не было сдобрено каким-то крутым привозом артиста. Это была просто вечерняя тусовка. То есть половина Москвы собралась там. Все тусят, все общаются. Красивые девушки, интересные ребята, бизнесмены. Просто какие-то хипстеры. И все находят единое пространство для того, чтобы потусить, пообщаться, провести время. То есть это не фастфуд, это ресторанная еда. Это ресторанная еда, которая стоит по цене, ну может быть, столько же, либо чуть-чуть дороже фастфуда. Соответственно, корнеры экономят на пространстве. То есть аренда идет только за их помещение. Они экономят на количестве персонала. Они не покупают эту дорогущую ресторанную мебель. Они не платят официантам. То есть все это, когда собирается в общую какую-то канву, получается фудмол. Это позволяет делать недорогие блюда из-за того, что здесь где-то экономят, здесь экономят. И там шеф-повар сам готовит у каждой кухни. Иногда это профессионалы с той стороны, к которой сама кухня относится. Причем сами повара эту еду продают. Ведь никто лучше повара не может рассказать нам о том, что он вложил в эту кухню. Что он хотел передать. Как она должна продаваться. Только он знает об этом. И соответственно, когда он и приготовил вам, и рассказал. Вы вообще видите, как это все готовится на ваших глазах. И потом вам отдали все горячее, с пылу с жару. Ведь самое главное в фудмоле – это скорость. То есть там не должно быть каких-то дорогущих блюд, которые готовятся долго. То есть 40 минут ожидания не требуется. Не-не-не-не, 5-7 минут и все, и отдавай. Если ты что-то делаешь другое, допустим, какую-то чересчур большую линейку, там надо много продуктов, какие-то длительные процессы, прогоришь. То есть эти концепции закрываются на фудмолах. Хорошо. А вы мониторили вот наши серпуховские кафе, рестораны. Они готовы прийти на единую площадку? Дело в том, что мы начнем, конечно же, больше с московской концепции. А потом уже будем добавлять другие концепции. То есть это какие-то сетевые рестораны или что? Что значит московская концепция? Когда открыли в Москве первые фудмолы, значит, все начинали с чего? Что приходили гастроэнтузиасты. То есть, например, люди, у которых за душой нет ничего, только одни идеи, они там безмерно талантливые и так далее. И вот потом, из которых гастроэнтузиасты выросли настоящие профессионалы, профессионалы, которые могли и готовить, и вести бизнес, вот они стали настолько крутыми. И они сейчас стоят в каждом фудмоле, они идут в разные города. И в Казани тоже мы собираем таких. А некоторые пришли со своими ресторанными концепциями на фудмол и сделали уже потом обновление своей линейки. Потому что главное все-таки это скорость, главное это доступность. И главное, чтобы это все делалось на глазах у людей. Чтобы людям было понятно, что же они кушают. То есть, правильно понимаю, сначала мы привлекаем москвичей, а потом подтянутся и наши. Мы уже начали определенную работу, поэтому на каждом этапе мы будем привлекать определенные концепции. С кем-то уже из Серпухова мы начали переговоры, с кем-то мы ведем из Москвы. Кто-то у нас пойдет и в Казань, и в Подольск, и в Серпухов. То есть, мы это все, этот процесс, он такой непрерывный. Он длительный, но он очень интересный. И он очень важный. Вот то есть, на этом этапе мы сейчас формируем так, чтобы у нас был одни грузины, одни вьетнамцы, одни китайцы, японцы и так далее. Потому что, если ты поставь трех грузинов, они между собой передерутся, а бизнеса не будет. Саша что-то хочет добавить? Точно грузинскую выберет кухню? Самое главное, что в Серпухове это будет революция. То есть, такого у нас нету. И я думаю, что Корстон может стать именно рестораном, местом притяжения для любителей, кто любит поесть качественные блюда и быстро. То есть, именно этим местом станет Корстон. Да, и Серпухов опять станет первым. Это будет первый футбол во всем Южном Подмосковье. Ну, Корстон умеет удивлять всегда. Это не первый и не последний проект, я думаю, Корстона. Если мы все же вернемся к концертам, отдельно хотелось бы про Бутусова поговорить. Что привезет? Это будут легендарные какие-то песни, либо это новое творчество его с новым проектом? Дело в том, что Бутусов это вообще легендарный человек с уникальной судьбой, с уникальной судьбой именно как артиста, потому что вот он стал популярным с Наутилусом и потом в один момент просто взял и закрыл этот проект. Какое-то время выступал с разными артистами, писал песни, записывался с ними, потом собрал проект Юпитер. Опять довел его до вершин чатов, и через какое-то время, ну, там, насколько я помню, это 15 лет у них идет рубеж, он опять закрывает этот проект. Сейчас он собрал новый проект, который называется Орден Славы, и опять он на всех первых местах. И в Чартовой дюжине, и в других хит-парадах, но в Серпухов приедет совершенно другая программа. В Серпухов приедет 35 лет группы Наутилус Помпилиус, программа «Гудбай Америка». Это самые золотые хиты Наутилуса. Это будет просто непередаваемая атмосфера. Я был на этом концерте в Казани, в Корстене, где его делали. Там называлась «Гудбай Америка» на бис, потому что уже делали эту программу годом раньше. Она произвела там просто фурор. И народ просто закидал социальные сети пожеланиями, привезите Бутусова еще. И сделали вот эту программу еще раз. Это был полный зал. Но у нас в Серпухове не было Бутусова. В Серпухове был Бутусов. Мы привозили его в Корстен. В каком-то году он был? Это было в 2016 году. Мы привозили, поставили рекорд. 10 месяцев, по-моему, держался Бутусов на первом месте. И сейчас этот концерт на третьем месте по сборам в Серпухове. На первом – Сплин. На втором был Егор Крит, второй привоз. И на третьем – Вячеслав Бутусов. Но тогда был Юпитер. И программа называлась «30 лет над водой». В данный момент эта программа, 35 лет, называется «Goodbye, Америка». Я ее слышал. Она нереально крутая. Вы представляете, что такое, когда несколько тысяч человек от первой и до последней песни поют все, аплодируя при этом стоя? Вот Бутусов, у него немного эмоций на лице всегда. Но когда он начинает улыбаться, как будто такое прямо свечение в зале. Это настолько непередаваемо. Я этот концерт прослушал просто на одном дыхании. И пел вместе со всеми. Сразу видно, что поклонник. Саш, на какой концерт пойдете? На Тиму или на Бутусову? Ну, я постараюсь прийти на Бутусова. Тима все-таки это немножко не мой возрастной контингент. А группу «Наутилус Пампелюс» я, наверное, уже с 2000-х годов регулярно слушаю. И те хиты, которые в «Брат 2» особенно были, они, наверное, для меня самые любимые. А если брать, наверное, любимую песню, «Бутусов» у меня «Одинокая птица». То есть я, бывает, вечером могу ее даже себе под нос спеть. Но при условии того, что «Наутилус» начал свое существование с 82-го года, Саша пропустил огромный пласт. Я был очень молод в тот период. Я имею в виду, когда я уже стал 14-15 лет был подростком, то есть у меня появился плеер. Вот он в «Васполнится» и «Пробелы» побывает на концерте. А я уже все альбомы послушал. Я начинаю от «Алча-алчи», «Бедный Алчи», где я так долго был, и заканчивая там девушкой. Где ты милый пропадал. Где ты милый пропадал, да, и заканчивая девушкой, которая ходит босиком. Это уже Юпитер, но с творчеством знаком, как самим с собой очень подробно. Ну, мне вот, например, всегда нравилось то, что, да, вот «Бутусов», он всегда был как вот «Наутилус Помпилиус», «Юпитер». То есть он не был такого, там, «Вячеслав Бутусов» и группа «Наутилус Помпилиус», что в основном очень часто используется. Но здесь я бы сказал бы, это он уникальный артист еще в том, что его и так знают, как «Вячеслав Бутусов». А то, что сейчас пишут там «Вячеслав Бутусов» и группу «Орден славы», я думаю, что это больше все-таки коммерция. Потому что вот те же самые промоутеры, которые делают концерты, возят артистов, у них тоже очень много пожеланий всегда. А вот мы хотим, чтобы было крупными буквами написано «Наутилус Помпилиус». Мы хотим, чтобы крупными буквами было написано «Вячеслав Бутусов». Там вот не таким шрифтом, а другим. Но здесь, если вы посмотрите наши афиши, вы увидите. Нам не разрешили писать крупными буквами «Наутилус Помпилиус». Нам не разрешили там написать там то, что мы хотели. Вот то, что на афише, это согласовано лично Бутусовым. Он принимает в этом очень такое большое участие. Вот есть лого «Гудбай Америка», вот поставьте его. Вот есть вот эта фотография. И то, как мы еще договорились, чтобы фотографию разместить. Это целая история была. Она интересная, но тем не менее рассказывать я не буду. Ну вот, как всегда. Смотрите, у каждого концерта есть возрастное ограничение. Но мы понимаем, что того же самого Тима любят трехлетние, четырехлетние дети. Вот как? Можно с родителями? Конечно. Дело в том, что возрастное ограничение пишется именно для родителей. То есть родители должны понимать, вести им своего ребенка или не вести. И на одном, и на втором концерте ограничение стоит 12+. Но с родителями, конечно, можно. В этом никаких проблем нет. Ни один артист, ни второй не являются какими-либо там вредными для детей, запрещенными и так далее. Ничего предоносного, да. Ничего, да. И, скажем так, песни «Незабудка», «Витаминка». Сейчас вот новая песня у Тимы вышла «Одуванчик» очень интересная. Вот. Я всегда мониторю творчество тех артистов. И вот как я уже говорил про ту же самую Бузову, да, я, например, на нее подписался перед тем, как мы ее привозили сюда. И так я подписываюсь за все артисты. И отписаться теперь не могу. Люблю. Нет, если мне нравится, если я вижу там что-то интересное, новое, что я могу в своей работе подчеркнуть оттуда, конечно, я все время остаюсь, смотрю, и я на много количества артистов подписываю. А вы под Бузову танцуете, Руслан? Танцую под Бузову. Саша, а в кино какое можно сходить с детьми? Вот сейчас и... Смотря в какой вперед. Ну, вот, например, вот на данном этапе, вот в феврале, что у нас будет интересного? Ну, именно если брать с детьми, то в новогодние праздники начался и продолжают сейчас у нас фиксики, если брать именно аудиторию 0+. Если брать эту неделю, то с 27 числа у нас выходит «Барашек Шон», это продолжение приключений знаменитого «Барашка» в феврале. Для детской аудитории у нас выйдет «Викинг Вик», а так мы все ждем марта, когда выйдет «Мулан» экранизированный, то есть сейчас Дисней экранизирует все свои знаменитые мультфильмы, и был «Королев» до этого, и «Красавица-чудовище», и сейчас очередь дошла до «Великой Мулан». То есть и в марте, я думаю, это будет грандиозный проект, самый кассовый, я думаю, фильм года. Поэтому мы ждем. И если брать анимацию, которая вообще выйдет в 2020 году, то, конечно, это «Тролли», продолжение великих добрых песен, троллей, поющих. Они будут устраивать свой шоу «Голос» у себя в «Королевстве», и «Миньоны» выйдут новые продолжения. То есть именно по детской анимации... Но это мультфильм, а если кино? Кино для семейного просмотра. Семейное кино, наверное, это «Зов предков», который выйдет 20 февраля. Это Гаррисон Форд с собакой, я не помню сейчас породу, и они отправляются в горы зимой спасать своих друзей. И я думаю, это будет, если брать им на фильм, один из таких главных семейных фильмов февраля. Так, ну а взрослым, которые собираются без детей в кино, что посоветуете? Ну, лед, наверное, начнем. Так, ну это мы уже упомянули. Смотрите, 30-го выходит «Кома». «Кома» — это долгожданный российский проект. Он производился больше шести лет. Это довольно-таки крутые спецэффекты именно для нашей страны. То есть такого не было никогда. Да, это полностью воображаемый мир, нарисованный на компьютере. То есть люди, когда попадают в кому, они попадают в некий мир, где они находятся. Если ты найдешь выход в этом мире, в жизнь, то ты выйдешь и из комы. А если ты не найдешь, то ты останешься в коме. Этот мир соткан из воспоминаний человека. Видел этот фильм, да? Да, видел этот фильм. Я не могу сказать, что это шедевр, но это отличное кино. Особенно для российского кино планка очень высоко поднята. И ждем всех 30 января в кинотеатре. И также хочу отметить Гай Рича. Он выпускает 13 февраля фильм «Джентльмены». Он уже вышел в Англии и стал одним из самых кассовых фильмов английского проката. У него классный рейтинг оценок, высокий очень, ожиданий. То есть в феврале это, наверное, будет самым хитом. И в конце февраля, переходя медленно в мартовские праздники, выйдет «Блэдшот» с Вином Дизелем. Фильм – это новый, скажем так, супергерой, который, я думаю, полюбится и мальчикам, и девочкам, который сам себя регенерирует. Так что вот февраль, март, конец января у нас очень насыщенный по фильмам. Так что не сидите дома, не катайте с торрентов, а именно приходите в кинотеатр. Потому что только в кинотеатре можно получить ту особенную атмосферу и насладиться фильмом не так, как дома на диване. Так, Ярослав пометил, на какой фильм пойдет? Да. То есть знакомство с кино и возвращение в кинотеатр будет продолжено. Ну вот мне понравилось, как Саша Прокому рассказал, честно говоря. Пойду смотреть. Все-таки реклама – великое дело, да? Вот как преподнесешь информацию? А я, в свою очередь, хотел бы всех пригласить, конечно же, на концерты. Потому что молодое поколение – это Тима Белорусских. В серпах – это, повторюсь еще, большой экран, огромное количество света, звука, спецэффектов. Будут криопушки, будут хлопушки, будут всякие интересные световые приборы, которых мы в серпах пока еще не привозили. Открою маленький секрет. Мы уже сейчас собираем машины. Это будет три фуры оборудования, которые едут к нам из города Брянск. Мы его до этого использовали на группе «Сплин». А этот концерт отметился одним из самых лучших звуков в Корстене. Соответственно, мы это все усилили большим количеством, потому что эта площадка, она большая, как я уже говорил. Там три тысячи человек просто элементарно разместятся. Если вот «Сплин» еле-еле вместил две с половиной тысячи желающих, и много еще народу, конечно, которые приходили, видели, что там не воткнуться и уходили, то таких проблем бы в надежде не было. И 26-го, в воскресенье, для любителей рока, отличный подарок. Это юбилейная программа «Гудбай Америка», Вячеслав Бутусов. Будут все хиты, однозначно будем петь «И я хочу быть с тобой», и «Скованный одной цепью», и «Князь тишины», и еще огромное количество тех песен, которые, в принципе, мы полюбили всем своим сердцем. Ну что ж, ждем выходных обязательно, потом поделимся впечатлениями. Это будут крутые выходные. Это будут лучшие выходные. Я постараюсь лично посетить два концерта. Обязательно тогда расскажу о своих впечатлениях. Спасибо вам большое, что сегодня были у нас в студии, ответили на все вопросы, поделились своими планами, рассказали о тех сюрпризах, которые вы готовите. Успехов вам и новых побед, и новых высот. Спасибо. А вам отличных впечатлений. И потом рассказать только самое интересное, что видели в эти выходные. Обязательно обещаем. Всего доброго, до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»